Сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД России по Василиостровскому району города Санкт-Петербурга задержан работник Зоологического института Российской академии наук, которого подозревают в серии краж в особо крупном размере. По версии следствия, противоправные деяния совершались в период с августа 2020 по январь 2021 года. Из лаборатории Зоологического института пропали 50 черепов древних и экзотических животных, которые использовались при проведении исследований. Эти экспонаты имеют высокую историческую и научную ценность. Часть из них была приобретена в XVIII-XIX веках. По оценке экспертов, стоимость похищенного составила 3,5 миллиона рублей. Заявление о краже поступило от руководителя научного учреждения 10 февраля текущего года. Уже на следующий день оперативниками был задержан ранее судимый мужчина, который работал в институте плотником. Он признался, что воспользовался доступом к научным ценностям, чтобы похитить их. В дальнейшем он продавал черепа животных через сервис бесплатных объявлений по цене от 2 до 5 тысяч рублей. Большая часть похищенного была изъята сотрудниками полиции у одного из покупателей. Им оказался петербургский школьник, который приобретал черепа для собственной коллекции, а также для последующей перепродажи. Следственным управлением ОМВД России по Василиостровскому району города Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается.